я вас приветствую на канале про цветок сегодня мы с вами поговорим о сливах в каждом саду в каждом саду растут сливы их много иногда они плодоносят иногда очень обильно плодоносят и возникает даже проблема куда их течь как их переработать поэтому давайте поговорим об этом и каждый из вас определится что вам надо и сколько вам надо вот мы стоим возле сливы деликатная деликатная слива у меня уже в саду растет много лет она всегда меня радует урожаем даже излишки урожая бывают вот это слива она уже дважды обрезалась обильно потому что ложится до земли от урожая мы ставим подпоры и все равно все равно вот вот этот урожай ее клонит до земли и надо как-то вот это учитывать потому что бывает она растет набирает уже вкус свет слива и потом приходишь несколько веток обломанные лежат на земле поэтому с этой сливой надо аккуратно вот в этом плане обращаться сама слива очень вкусная сладкая летняя слива самоплодная то есть для многих это очень важный фактор что она самоплодная потому что мы иногда садим в сад сливы и не знаем как она будет плодоносить из-за того что опылится она сама или не опылится какие опылить или нужно вот эта слива она самоплодная всегда каждый год она мне дает урожай может быть за счет обильности урожая мы забываем о том что эту сливу надо чаще других обрабатывать потому что вот гниль появляется хотя мы в этом году и обрабатывали не один раз но все равно вот может быть из-за погодных условий в этом году это слива много начала гнить и поэтому вот при сборе урожая это немножко проблемно урожая много а часть слива она уже попадала и на земле уже гнилые лежат вот куда эту сливу можно использовать ну мы с удовольствием делаем компот варенье можно сварить это сладкая вкусная слива дальше у меня есть сушилка всегда на зиму у меня каждого сорта по ведерку пятилитровому посушенную вот эту сливу я уже себя насушил на зиму много лет саду у меня расчет слива рынклод ранее уже одна состарилась практически уже можно ее убирать я ее на место посадил еще одно деревце и из моего сада уже больше двадцати лет это слива не выводится она хороша тем что крупные где-то грамм под 45-50 вот всегда с урожаем если другие желтые сливы расти растут цвести цветут а урожай не дают обильный потому что им нужно опыление что и надо подбирать опылители это слива самоплодная она всегда дает хороший урожай вот хороша она тем что она летняя и всегда успевает вызрать набрать сахаристости единственная может быть проблема в том что ее бывает много и не всегда мы успеваем ее перерабатывать но у нас есть друзья знакомые соседи всегда приятно с ними поделиться дети даже у меня и внуки очень любят эту сливу потому что она сладкая вот мясистая косточка частично отделяется 10 лет саду у меня появилась в саду слива гибридная еще под номером потом этой сливе уже дали название вот я бережку тоже поменял на волот слива очень крупная осенняя вот она где-то больше 50 грамм чем она мне нравится необычная форма обратите внимание вот вытянутая как-то немножко как сосулька очень урожайная очень урожайная я уже стараюсь весною обрезать ее по максимуму чтобы не оставлять длинных веток вот потому что если длинные ветки на длинных ветках они начинают сгибаться ветки от урожая и ломаться очень хорошая слива она еще тем что хорошо идет на переработку у меня есть сушилка как я вам говорил и в этой сушилке всегда я загружаю где-то по два ведра этих слив и зимою мы с удовольствием всей семьей эти сушеные сливы кушаем белорусский сорт очень удачный вот и я бы рекомендовал всем посадить такую сливу в своем саду и вы не ошибетесь мне повезло что я когда сажал вот у меня было место я посадил две сливы и она меня каждый год даже если где-то год не урожайный слива волок всегда с урожаем всегда я по три-четыре ведра с дерева снимаю добротных крупных сладких слив слива волок это считается сентябрьская слива в зависимости от погоды бывает что она уже и в конце августа в конце августа начинает созревать но обычно обильный такой сбор первой половине сентябра я любитель слив и вот у меня появилась уже больше 10 лет саду слива венгерка белорусская у нее есть свои и плюсы и минусы но когда она начинает созревать и когда мы пробуем ее то понимаю что это настоящая слива плотная сладкая и я не жалею что у меня в саду растет три такие сливы единственное может быть как недостаток то что у него крона все время формируется так что растет это дерево вверх и очень трудно отвести эти ветки в стороны для плодоношения вот весной обратите внимание я укоротил веточку вот она у меня веточка как бы уже соседняя пошла в стороны расти вот на ней даже вот я вижу и сливы появились но опять же пробился побег и он все равно растет вверх и растет вот на целые на целый метр то есть эту ветку мне надо все равно весною обрезать но летом за лето она столько питания забрала вот эта веточка которая должна была отрасти в горизонтальном положении на которой я уже вижу урожай будущего года она где-то недополучила питание но придется в следующем году опять же начинать формировать вот эту ветку скелетную и уже за счет того что эти ветки у меня частично отклонены обрезкой в сторону они уже будут с урожаем если ну недостаточно того чтобы обрезкой отклонить их я обычно с весны беру веревочки вот эти вот веточки вот видите можно опять же взять и в горизонтальное положение привести обрезать ее на одну треть и она тоже будет уже такой веткой которая готова будет для плодоношения венгерка белорусская это слива которая начинает уже созревать в начале сентябра вот очень вкусная мясистая то есть с нее хорошо делать варенье компот можно сушить ее вот и поэтому с удовольствием мы ее выращиваем вот собираем урожай и целую зиму едим мясистая сладкая очень вкусная уже больше 20 лет у меня в саду растет слива кромань всем она полюбилась и чем она полюбилась это слива очень урожайная самоплодная всегда она дает обильный урожай и если ее летом обрабатывать не запускать то это слива к осени вас порадует обильным урожаем сладкие сливы плотные сливы мясистые вот но и урожайность вы видите что усыпаны ветки вот если я под эту ветку сегодня не поставлю подпору так она может и обломаться куда мы ее используем компот варенье варим сушим даже сейчас у нас новый рецепт маринованных слив появился в семье сливы разрезаем закладываем вместо косточки косточку достаем вместо косточки ложим чесночинку и маринуем очень вкусная закуска на новый год у нас всегда одна баночка вот отставляется чтоб и себя порадовать родственников и знакомых кроме сортовых слив у меня в саду обязательно растет мелкая обыкновенная алыча какие функции она выполняет казалось бы вот мелкая некуда ее девать да вот вся земля у меня усыпана опавшими сливами мы используем в основном как семена на подвой слив абрикосов персиков но кроме этого она еще какую функцию выполняет первое попадаются мне какие-то новые сорта слив и не всегда находишь отдельное дерево чтоб его на него привить поэтому на эту алычу я всегда могу привить сорта и у меня есть уже одно такое дерево которое привито пятью сортами поэтому вот она мне как резервное такое дерево даже привил на эту алычу афлацеразус это войлочная вишня и в этом году я уже 1 урожай увидел она очень хорошая пылитель для всех слив вот у меня растет рядышком венгерка белорусская кромань и в этом году я просто поражен урожаем и один из ответов почему так это вот от того что рядышком растет обыкновенная луча поэтому практикуйте тоже у себя посадить обыкновенную лучу вот частично ее перепривить другими сортами а частично чтобы она весной твила и опыляла соседние деревья мы находимся возле сливы на которой привиты два сорта вот видите даже у меня бирочки сорт гильберт и сорт фаворита дель султана сорт гильберт это летняя слива очень крупная урожайная вот сладкая в этом году мы ее даже не могли поделить в семье вот каждый приходил еще не дозревшие даже сливы срывали и пробовали слива фаворита дель султана это наверное самый поздний сорт слива они уже созревают где-то в конце сентября в зависимости от погоды очень урожайная слива и она мне нравится тем что она самоплодная то есть каждый год я на этой сливе вижу обильный урожай и в сентябре месяце когда уже все сливы отошли это слива как находка для всех и приятно если приезжает ко мне знакомые обычно идут в грушевый сад всегда грушки можно чем-то разбавить всегда мы приходим и пробуем эту сливу фаворита дель султана многие кто у меня их брал садил тоже очень довольные тем что они обильно плодоносят самоплодные вот иногда даже жалуются что собрали три ведра не знаем куда идти по вкусу это слива сладкая крупная вот смотрите она еще у нас август месяц август месяц а через месяц она еще полтора два раза станет крупнее многих садоводов в саду растут гибридные лучовые сливы они всегда дают обильный урожай опыляются хорошо иногда даже люди жалуются что не знаем куда девать их ну да если вот урожайные из каждого дерева по три ведра снять слив то это надо уже хорошо под напряжься чтобы этот урожай переработать много сортов у меня различных слив это комета найдено солнышко лама давно уже вот у меня появилась в саду слива ветрость номер два она уже немножко даже состарилась я в этом году планирую посадить новое молодое дерево вот но это слива она красивая очень симпатичная особенно если все дерево усыпано урожаем прямо вот глаз не отвести вот мякоть у нее очень такая сладкая плотная видите очень сочная мы с вами находимся возле колоновидной сливы империал колоновидная это относительное название потому что это слива просто имеет такую колоновидную форму мы поэтому ее и называем колоновидной слива урожайная урожайная вы уже видите остатки урожая самоплодная вот компактная то есть если например посадить обыкновенную алычевую сливу то она займет где-то но в диаметре 3 метра на трех метрах здесь можно посадить 45 слив то есть ведь она настолько компактная особенно если вы весной будете ее формировать обрезать она не будет разветвляться то будет прекрасную такую колоновидную форму иметь и вам приятно прийти летом и и обработать концу лета собрать обильный урожай значит по урожайности можно сказать что вот такое уже дерево пятилетнее даст вам ведро слив если посадить 3-4 но вы даже столкнетесь с проблемой куда девать урожай мы сегодня поговорили с вами сливах различных сортах агротехники выращивания поэтому я желаю вам обильных урожаев вот всех благ вам растите сливу и и радуйтесь урожаем сливам